Никит, я просто помню, когда первый раз тебя увидел, ты, по-моему, первый раз был на сбору со взрослой командой в 2007 году, да, по-моему, вот тебя. Сейчас я с тобой разговариваю, как уже с олимпийским чемпионом, у меня, что три года такой вообще прогресс там. Вот сейчас после олимпийских игр прошло сколько? Сколько месяцев? Пять месяцев? Да, пять месяцев. Вот изменения более значительные, чем за три года от подающего надежды юниора до олимпийского чемпиона, и вот после олимпийского чемпиона к подготовке уже к новому сезону. Все-таки как-то изменилось что-нибудь? Изменения в подготовке или какие-то мои внутренние ощущения? Твои внутренние изменения в подготовке, вообще всевозможные. Ну, да, изменилось кое-что, потому что добавились проблемы, и если к олимпиаде я готовился, ну, грубо говоря, с чистой головой, мне ничего не отвлекало, то сейчас вот есть вот эти проблемки, на которые надо как-то немного распыляться, поэтому стараюсь все равно на том же уровне держать тренировочный процесс, не отвлекаться. Что за проблема-то, я не понимаю, какие проблемы могут быть олимпийского чемпиона, расскажи мне. Так как я сам не был имписящиком, хорошие проблемы, это интервью, жизненные, покупка новой квартиры, машины, машину подарили, квартиру тоже. Я не знаю ничего. Ничего не знаешь? Да. Ну, ладно. Когда я говорил с Юрием Михайловичем, он сказал, что самое большое изменение с его точки зрения в группе, что сейчас появилась супермотивация. Такое впечатление, что это мотивация даже больше, чем при подголовке к олимпийским играм. Ну, честно, я не замечаю это. Как-то наоборот, мне кажется, какое-то мы себе послабление даем после олимпиады. Возможно, это всегда так бывает. Ну, олимпиада закончилась, вот этот вот самый главный старт, и теперь еще такая пропасть, там, грубо говоря, 4 года до следующей олимпиады. Потому что мы сами прошли через чемпионат мира, через олимпиаду, и поняли какая-то разница, что если сравнить чемпионат мира с олимпиадой, то это практически небо и земля. Поэтому я считаю, вот какие-то небольшие, может быть, послабления вот себе сами делаем. Интересно, все прямо, совершенно противоположное мнение тренера и ученика, но это может быть и неплохо, потому что он-то считает, что ты сейчас очень серьезно добавляешь и просто чуть не на пределе тренируешься. Ну, возможно, но я наоборот, чувствую себя сейчас как-то слабее. Возможно, это какой-то психологический удар после олимпиады, боязнь проиграть, потому что подтвердить свой статус тяжелее, чем завоевать один раз. Поэтому я сейчас и пытаюсь с тренером работать, чтобы, ну, надо подтверждать же. Мы с тобой вот говорили сразу после олимпийских игр, и ты говорил, что нереализованная задача для тебя это кубок мира, спринтерский кубок мира. Это осталась у тебя вот такая цель, мега цель, она, это же вершина, которая тоже иногда покоряется, иногда, тоже раз жизни. Да, конечно, завоевать кубок мира спринтерский это очень почетно. Может быть, даже почетнее, чем выиграть олимпиада. Ну, как я уже где-то и говорил, олимпиада это один старт, а кубок мира это все-таки на протяжении всего сезона, это уровень спортсмена, это, как вот, ваша любимая фраза, гонец ни одного старта. Поэтому вот все-таки есть мечта завоевать кубок мира. Но сейчас вот этот сезон, если так же не добавляя сильно в коньке, то, в принципе, конечно, будет тяжело бороться за кубок мира. Потому что этой зимой будет больше коньковых спринтеров, чем классических. Но ты добавляешь коньковых спринтеров? Зима придет, увидим. Я стараюсь, стараюсь. Ну, работа идет, я понимаю, специальная просто. Ну, работаем, да. Вот вчера вот вы присутствовали на собрании, то есть мы анализируем технику других спортсменов элитных. То есть топовых, да. Спортсменов экстра классных. Но пытаемся как-то добавлять, потому что нужно, конечно, что-то искать на ближайшие 4 года. Нужно вот какие-то резервы брать, потому что если просто так готовиться, то может получиться, а может и не получится. По поводу конкуренции внутри группы, она вот выросла, потому что, в принципе, на подходе к прошлому сезону был один явный лидер, да, все-таки Алеша Петухов. Ну, там еще Коля Марилов, скажем, ты и Саша Панжинский были, ну, где-то вот чуть ниже. Сейчас практически минимум 4 человека совершенно ровно, да. Ну, да, если брать после сезона 4 человека, дальше Мишка Девятяров, в принципе, он не выпадает, да, рядом. И Андрей Парфенов. То есть такая вот шестерка, как элитная. Они, которые постоянно бегают на Кубке мира. И плюс еще добавились, опять же вернулся Гафаров, Болотов, Куклин. То есть, конечно, конкуренция в команде большая. И на тренировках таких, на групповых, конечно, пытаются вперед бежать кто-то. Ну, мы смотрим и не отстаем там, стараемся. Ну, конкуренция присутствует. Это хорошо? Конечно. Если есть конкуренция, значит, будет результат. Вы делаете какие-нибудь тактические тренировки, вот именно используя такой огромный потенциал вашей команды? Ну, пока вот я особо не замечал этого. Хочется, но то ли не позволяют условия, то ли не вписывается это в тренировочный как-то график. Но пока вот такого не было. Мне кажется, ближе к сентябрю уже, к летнему чемпионату России по лыжероллерам, там уже будем прибегать к этому. Но хочется, чтобы было больше. Потому что норвежцы, они же, мне кажется, круглогодично. Круглогодично. Постоянно используют. Они как раз вписывают, а не трем. Да, да, да. А у нас, как-то вот, я даже Юрию Михайловичу говорю, давайте добавим то, то, то. Он такой, ну да, надо подумать. То есть, как ты подсказываешь? То есть, ты уже, кстати, с Юрием Михайловичем у вас же постоянный диалог, насколько я понял, чуть ли не с 14 лет он опирается на твои впечатления на тренировке, да? Ну, может быть, таких тонкостей я не знаю, потому что я что, сказал и забыл. А тренер, если он это все анализирует, то, конечно, он помнит это. Но я считаю, это большая, конечно, заслуга его в том, что вот он как раз интересуется мнением спортсмена, что делает какой-то анализ, что мешает, что помогает. И, опять же, вот сегодня мы вышли на тренировку, перед тем, как мы спросили, какое задание будет, он говорит, я сначала посмотрю в ваши глаза, готовы ли вы делать или не готовы. Ну, то есть, в принципе, это, конечно, правильный подход, потому что спортсмены нужны здоровыми, а не так, чтобы они пробежали и все, их там на раскладушке, там куда-то, на населках, да, отнесли. Они должны постоянно в течение всего сезона стабильно выступать или в течение, там, пяти-десяти лет, ну, как элитные спортсмены выходят на этот уровень и держатся. А по поводу, скажем так, ну, финансирования, вообще состояния сборной команды после Олимпийской игры, просто иногда после Олимпийской сезон несколько проваливается, это все нормально, не провалилось, все точно так же? Ну, я не знаю, ну, стоит ли об этом говорить или нет, но чувствуется такой провальчик. Есть, да. Да, то есть, если даже брать зарплату мою до Олимпиады и после Олимпиады, то после Олимпиады у меня уменьшилось. Зарплата от Федерации, конечно, или вообще? Ну, совокупная. Совокупная зарплата, твоя уменьшилась? Да. Не, я не могу поверить, нет. Ну, то есть, мы бонусы вытаскиваем, бонусы, это бонусы, которые ты получил за медаль, да? Да, премии, как бы, вот именно зарплаты. Они все, кстати, выплачены. Ну, я не знаю, все не все, я даже не знаю, что мне положено. Вот то, что президент обещал с Олимпиады, мне выплатили. Отлично. Машину дали, в этот день дали. Да, кроме президента больше никто ничего не обещал, поэтому с кого-то требовать я просто не имею права. Ну, конечно. А вот твоя, скажем, ежемесячная зарплата, она даже уменьшилась. Уменьшилась, да. Хм, интересно. Любопытно, любопытно. И тут задается сразу такой наводящий вопрос, как же надо бегать тогда? Что же надо сделать, чтобы она увеличилась? Ну, хотя бы осталась на том же. Хотя бы. Наверное, надо было все-таки еще тебе бежать первый этап эстафета длинной, дистанционной, помочь. Может, она... Навряд ли. Навряд ли. Ну, тогда вот как раз, оттолкнувшись от этого, вопрос по поводу дистанции. Еще в прошлом сезоне постоянно муссировалась тема о том, что будут бегать спринтеры, не будут. Я с Юрой Михайловичем говорил, с Юрой Викторовичем Бродавкой, который тогда был старшим тренером. А твои какие внутренние желания? Ты хочешь попробовать себе на дистанции в этом сезоне? Давно, просто уже не бегал. Вот на самом деле, даже не знаю, как бежать их сейчас. Вот сейчас будет летний чемпионат России в острове. Там как раз будет пятнашка. Или сколько там? Тринадцать километров. Тринадцать километров. Но все равно это хоть какая-то длинная такая... Ну, не длинная, а средняя дистанция. То есть на ней уже как-то проработаться, уже посмотреть. Еще первый этап вкусом. Вроде бы там надо бежать три старта. Конечно, это же мини-тур. Да, то есть спринт, десятка классика и пятнашка гандикап. То есть, видите, если отбираюсь на спринт, я еду туда, то уже три дистанции бежать. И уже после этого можно хоть на что-то опираться. А пока даже не знаю. Давно не бегал и пока я не планирую даже бегать. А если побегу нормально, то может быть. Понятно. Ну ладно, я знаю, что окончательный состав сборной на первой этапе будет определяться уже чуть ли не в Рыбинске у вас, да? Ну, наверное, да, перед стартами. Потому что сказали, что спринтеров поедет только три человека. И так как наши... В смысле вкусом? Да. То есть у вас вообще будет жестко. Ну, жестко, да. И сколько у нас там, 10 или... Там сколько? Группа А шесть человек, группа Б там тоже где-то шесть. Да. 12 человек, вот из них трех человек будут убирать. Ничего себе. Ну вот это как раз вопрос о конкуренции. Надеешься попасть туда? Ну, хочу. Все-таки вкусом это такая... Для меня это... Ну, не то, что историческая гонка, но с ней много связано. Конечно. Это и первый мой подиум, это и вообще первый мой кубок... Старт на Кубке мира. Все с вкусом у меня начиналось. Понятно. Так что буду планировать отобраться туда. А, ну, удачи тебе. Спасибо. Спасибо.